Чтобы попасть из одной комнаты в другую, Александру Ивановичу, ветерану войны, 89-летнему старику, нужно одеваться, брать ключи и идти к пристройке сбоку дома. Александр Иванович живет на улице Динамовская, но его квартира не приспособлена к нормальному существованию. Это помещение ветеран пытается обжить уже несколько лет. Вот цементную стяжку сделали, а то был оттуда, вон еще, кто не придет. Что это такое запах? Вот крыши лезут, проводка висит. Ну что это такое? Вот висит, так она и есть. Жизнь ветерана Шилова – сюжет для книги о борьбе с бюрократией и государственной машиной, которая перемалывает судьбы. Сначала его не признавали участником боевых действий, потом нехотя давали квартиры, но условия в них были еще хуже, чем здесь. То окон не было, то дверей. Когда чиновники предложили вариант с Динамовской, ветеран сначала обрадовался, а потом увидел все недостатки подарка. Зашли, я смотрю, здесь полов нет в комнате, в кухне тоже полов нет, плинтуса выдраны, этой двери, входной двери с улицы нету, здесь вот дверь из коридора, я открыл, а здесь ванна была и туалет. А в туалете вот так вот по щиколке тут дерьмо, грязь. Здесь всегда холодно, из щелей дует, температура никогда не поднимается выше 15 градусов. Сама комнатка маленькая, заваленная бесконечной перепиской с чиновниками. Кажется, каждый хочет обмануть Александра Ивановича. Если он нанимает рабочего, тот уходит с деньгами. Если просит помощи у администрации, его игнорируют. С этим жильем ветеран уже смирился, готов в собственную спальню ходить через улицу. Привыкший к трудным условиям, отстаивая право на жилье, 28 лет он прожил в сарайных условиях, Александр Иванович не жалуется. Мне только понравилось, что близко поликлиника, магазины рядом, транспорт рядом, парк рядом, ну где же мне еще лучше. И я стал ремонтировать. В администрации с Александром Шиловым знакомы давно. Говорят, что помочь не могут. Ветеран приватизировал жилье. Отведенных на человека метров хватает с лихвой. Должно быть не меньше 10, а тут аж 30. Качество метров никто не оценивает. Александр Иванович на протяжении последнего времени довольно часто ведет работы по перепланировке и переустройству из его жилого помещения. И эти работы затрагивают общее имущество дома. Это касается, в частности, пробивки отдельного входа в капитальной стене девятиэтажного жилого дома, а также возведения пристройки к девятиэтажному жилому дому. Перепланировка незаконная, говорят в администрации. А за это и штраф полагается. На прошлой неделе к ветерану снова выходила комиссия чиновников. Они, по-моему, ничего и не говорили. Значит, все фотографировали, фотографировали. Потом, значит, там сели за стол, что-то написали. Их было четыре человека. И вышли на улицу, сели в машину и уехали. Хотя он просил их, что, ну, почитайте мне там хоть, ну, что вы написали. Или какой-то дали бы ответ. Молчок. Сели и уехали. Многократно обманутый ветеран не верит в помощь властей. Говорит, что еще одного сарая, выдаваемого за квартиру, просто не переживет. Доведите, пожалуйста, мне ремонт до конца. Оставьте меня здесь в покое. Я же много здесь вложил. Сил бороться нет. Болезни обступают. Александр Иванович надеется, что о нем не забудут. И за долгое ожидание ему воздастся. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.